Жители советского района города Волгограда, проживающие по улице Малиновского, Тимирязева, Зевина, провели пикет во спасение себя и своих домов, подлежащих по милости администрации города сносу. Все происходящее с этими людьми можно назвать только как безумие, страшный сон, потому что в реальности так быть не должно. Дома, в которых они приобрели свои квартиры, построены 3-4 года назад, а некоторым уже 7 лет, признаны незаконно построенными. Но это еще не все. По решению суда они, то есть жильцы, должны сами снести их за свой счет. Это как? А где жить? На улице? Проживаю в городе Волгограде по улице Зевина, 1Б. Год назад. Проживаю в этом доме с 2008 года. В прошлом году вдруг приходит повестка в суд, извещает нас, что по вопросу о сносе дома. Недоумение полное было, потому что у меня все документы на руках о собственности. По меньшей мере, мягко сказано. Да, ну шок, можно ужас. Как это так нас сносить, когда у меня есть свидетельство о праве на это жилье, моя собственность, она зарегистрирована в едином реестре, федеральном реестре. И также на земле у меня все есть. Долевое, доля на этой площади, выделена моя доля. Почему? Почему вдруг сносить? Ну и пошла вся эпопея. Один суд, второй. У нас это первичное жилье, единственное жилье. И мы должны освободить это помещение. И мало того, что мы, старые люди, я разменяв седьмой десяток лет, должна оказаться на улице. Может, просто необходимо гнать чиновников, допустивших такое вселенское безобразие? Из-за их слепоты и глухоты страдают люди. Шутка ли? В Волгограде домов, которые отнесли к категории незаконно построенных, 159. По более 50 суд уже удовлетворил иски о сносе жилых домов, в которых проживают люди. Кто создал и попустительствовал этой ситуации, вот того и наказывать надо, а не делать людей крайними. Дома строились не за один месяц. Что, в те микрорайоны, где они возводились, из представителей власти за все эти годы никогда не ездил? Не поверим. И вот теперь администрация города спустя годы прозрела, что ли, и сразу в суд? Я покупала как вторичное жилье уже. То есть у людей, которые прожили в этом доме уже какое-то время. Дом на тот момент стоял уже 4 года. Я купила квартиру как вторичное жилье. Вообще ни о чем не подозреваем. Мне Сбербанк ипотеку дал. То есть мы продали, расширялись. 4 человека семья, мы продали двухкомнатную квартиру, купили трехкомнатную в ипотеку. Мы плачиваем ипотеку, живем там 5 лет. На пятом году жизни узнаем в этом доме, что вот он оказывается каким-то образом незаконный. Хотя у нас тоже самое на руках документы. Это собственность на землю, на квартиру, ипотеку платим, налоги платим, за свет, за газ все везде оплачиваем. И он незаконный. Интересно получается. В этой ситуации виноватыми считают жильцов этих домов. А что же банки, которые выдавали кредиты? У них же там с этим строго. Все проверяется. Но ведь выдавали ипотеку. Пенсионный фонд тоже ничего не заметил. А люди вкладывали в это жилье материнский капитал. Это что, нечаянно или специально проглядели? Почему с них никакого спроса? Про администрацию города, советского района, вообще сложно что-то вразумительное сказать в этой ситуации. А те госструктуры, выдававшие свидетельства на право собственности, регистрирующие в едином реестре. Везде стоят печати, подписи. Выходит, что никто ни на каком этапе не заметил ничего незаконного. Что это халатность, некомпетентность работников этих служб. Кому же тогда верить? Я один из застройщиков этого, можно сказать, микрорайона. На мне, конечно, есть вина. Но я также был введен в заблуждение администрации, когда получал письма из архитектуры, что в этом месте по градплану предназначено под многоэтажное строительство данный участок земли. Получал письмо, что здесь разрешено строить те дома, которые... Я ни от кого никогда не скрывался. Я всем говорил, что строим многоквартирные дома. Заявки на получение энергоснабжающих от энергоснабжающих организаций подавались на многоквартирные дома. Получили кадастровые паспорты, кадастровые паспорта на землю зарегистрированы под многоквартирные дома. Но вот так сложились обстоятельства, что администрация нас признала незаконными. Я остаюсь с людьми, и если приедут бульдозеры, я лягу под них. В прошлом году мы узнали, что наши дома незаконные. А от кого узнали? Мы узнали это, если честно, мы узнали это со слухов. Значит, я, ну как человек, которому, ну не безразлично это, поехал в комитет по градостроению. Вот только куда я только не обращался, никто из чиновников не хочет с нами даже разговаривать. Вообще не хочет. Никаких бумажек не давать. Мы это все со слухов узнавали, пока вот нам не пришло уже, это где-то, наверное, с сентября-октября прошлого года, письмо из суда. Я не знаю, у меня нет никакого юридического образования, не знаю, кто там в чем виноват, и какие там какие-то подводные течения или что. Но почему в этой ситуации оказываются виновными люди, вот жильцы, да, которые добросовестные покупатели, порядочные, получившие ипотеку, взявшие кредиты, у нас есть там с маткапиталом купившие квартиры. Почему эти люди оказываются в данной ситуации крайними и виновными, и почему мы должны страдать и теперь за свой счет. Я буду ипотеку, значит, выплачивать, а теперь мне надо еще за свой счет снести этот дом. Взять еще, наверное, кредит и сносить его за счет этого. Ну, абсурдность такая какая-то вот ситуация, просто непонятная. И тоже жилье единственное, соответственно, куда потом, что, как вообще. Никто не может ответить нам на эти вопросы. А ответ должен быть в этой ситуации единственно правильным. Оставить людей в покое, как считают юристы, всего-то. Проявить администрации политическую волю и внести изменения в правила землепользования застройки. Тем более, что по некоторым так называемым незаконным застройкам уже так и сделали. Перевели права застройщика на земельные участки на граждан. И в отношении домов по улице Малиновского, Тимирязева, Зевина так же можно сделать, что мешает. Тем более, имеется положительное заключение экспертизы. Только суд этого почему-то не заметил. Люди вышли просить помощи у администрации. Они надеются на то, что администрация отзовет свой иск, и проблема решится в их пользу. И если же их не услышат, они вынуждены будут снова выйти на пикет. И так, видимо, до победного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok